Вы сейчас на кошечку наезжаете, вы от себя отталкиваете, женский электорат. Ваша кошечка, да вот вы всё выиските, электорат завоевать, всё обманывать. Профессия такая. Ненавижу и кошек, и вас. Держите кошек в другом месте, дома, на руках, животных не должно быть. Рыбки ещё можно держать, и то окранный корм посыпать, и смотрите, как они вдохнут. А коней как Невзоров? Коней как Невзоров можно держать? Ну, у меня было две лошади, но тяжело сдержать. Я конюшню построил им, это вот у меня Петрова Дальняя. Кстати, дети из наших. Мне дают служебную дачу. Я делаю забор, деревянный какой-то там сарайчик, конюшню. А я, значит, делаю спортивный павильон. Хоп, меня на другое место переводят. А где моё имущество? Кто мне заплатит? Вот я буду что-либо ещё делать? Я же отбиваю так вот, что-либо делать. То есть лошади были, но что с ней делать? Я, конечно, отдал их туда, конезавод московский, и там бесплатно же, там они как-то их использовали. Ослика мне подарили, но зачем он мне нужен? Шесть лет я его бесплатно не держал на даче, кормил. А во время выборов мне кричат, я не люблю животных. Слушайте, я его использовал для ролика, что сегодня Россия, вот этот осёл, ничего делать не может. Повозку не может везти. Вот не любит его странного, да. Стоит на месте. И я кнутом, как бы, вот, стараюсь его сдвинуть с места. Но кнут, для слов, это естественно. Без этого они не двигаются. А москвичи не знают этого. Что никогда осёл с места не двинется, пока его по боку не ударишь кнутом. Ну, как конница, помните, шла? Её же шпорами, железными шпорами бьют в бока. Ну, ой, больно. Так что, так конницы не будет? Поэтому, когда женщины эти вопросы обсуждают, это недопустимо. Поэтому ослика я отдал фермеру бесплатно. Пусть фермер им занимается. Неполит корректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Раз, два, три. Добрый день, друзья. Половина эфиров моей программы «Правда 24», которая выходила на канале «Москва 24» с 12-го года, прошла с кошкой. Я приютских животных пристраивал во время эфира. То есть, я старался их как-то разрекламировать. И наша команда отвечала на звонки во время эфиров. Это чаще всего были прямые эфиры. И достаточно часто животные находили своих хозяев. Ну, то есть, новых, конечно, хозяев имеется в виду. Технически это всегда было сложно. Ну, за животным надо как-то следить. Они стрессируют, конечно, всегда. Даже когда это не видно. То есть, летит шерсть, попадает в ноздри, в глаза, в кофе. По время разговора, одного из разговоров с Романом Викчуком, Майкун там налил лужу. Кот, помню, какой-то, который чувствовал явно так недоброжелательность моего визави, тогда был Кирилл Серебренников. Просто кучу нулаж. Мне прямо на колени. То есть, сразу упала его, ну, условно говоря, стоимость. То есть, его сложили, естественно, пристроить после такого казуса. Животное могло убежать. Я очень признателен Аниси такого, которое ловило котейку в студии. Потому что там масса таких мест, куда животное зальется, его просто там не найдешь ни за что. Очень я любил, когда брали на руки мои свереседники и животные. Ну, во-первых, это с меня снимало часть ответственности. Во-вторых, вот повышало, опять же, условно говоря, стоимость самого животного. Ну, его там звезда потискала, подержала. Пристроить было легче. До сих пор этот проект вспоминаю с ностальгией. Почему? Ну, потому что было ощущение, что от какого-то журналистского трёпа есть конкретная польза. Всё-таки находим котейкам хозяев. Может, ещё когда-нибудь вернёмся к этому проекту. Евгений Дударев, правда, 24-е.